Репчатый лук 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 Первое это конечно же сроки. Оптимальным сроком уборки лука является тогда, когда 50% посадок лука полегло. То есть вот так вот перо самостоятельно естественным образом полегло. Ну здесь оно даже полегло больше, чем на 50% растений, ну примерно на 80% растений. Поэтому сейчас самый срок его убрать. То, что лук готов к уборке, также показывает, что чешуя, вот эта верхняя кроющая, приобрела характерную для сорта окраску. Если сделать уборку лука в более поздние сроки, то в этом случае вот эта чешуя сгниет, чешуйка, и мы получим лук не очень хорошо лежки. Потому что вот эта чешуя, конечно же, самая первая кроющая, тоже очень важна для сохранения лука. Образуется другая. Она подсохнет потом под ней, которая находится. Однако же это снизит урожайность, то есть полезную массу самой луковицы. Потому что каждая подлежащая чешуя составляет полезную часть этой луковицы. То, что мы едим. Если уборку лука провести слишком ранние сроки, когда чешуя еще не полностью набрала цвет, вот здесь она еще светловатая, то здесь мы увидим толстую шейку. Вот кроющая чешуя сформировалась не полностью, и мы здесь имеем риск загнивания вот этой шейки. Он не будет лежать. Ну, а вот такая луковица полностью готова к уборке. Также, если мы задержим уборку здесь лука, то есть риск, что корни из донца начнут вторично отрастать. Луковица вот эта пойдет на третий год цикла. Это лук выращенный из сивка. То есть первый год высевалась чернушка, получился сивочек. Вот во второй год посадили сивочек, получилась репка. И эта репка может начать отрастать для того, чтобы начинать свистеть. Естественно, что если пойдет вторичное отрастание корней там под землей, то луковица такая лежать не будет. У нее уже начнутся ростовые процессы третьего года. Но, конечно, бывают случаи, когда необходимо ускорить созревание лука. Почему? Стоит дождливая погода, идет развитие болезни. Как-то надо этот процесс немножечко ускорить. Самым плохим советом, который вы можете услышать, это скосить вот эту вот ботву лука, вот это перо. Дело в том, что из пера до 20% массы луковицы набирается после дозаривания. После того, как вы вырвали эту луковицу, отряхнули легонечко землю, и вы должны в таком вот виде вместе с этим пером положить луковицу на дозаривание. До 20%, повторюсь, массы луковицы дает вот это перо. Поэтому обрезание этого пера является чрезвычайно-чрезвычайно неэффективным методом. Ну, что же можно сделать? Ну, вот можно, например, взять и отгрести землю от луковицы. Вот такое вот мероприятие, в том случае, если посадки занимают не очень большую площадь. То есть, ну, вот как здесь, буквально маленький такой огородик. Вот можно вот так отгрести и оставить эти луковицы на грядке. Соответственно, вот такое отгребание земли поможет ускорить сроки. Также можно взять лопатку, лопаточку, и подрезать корни. Подрезать корни, оставив буквально 5-6 см корней, и, соответственно, это тоже ускорит созревание луковицы. Обработка солевыми растворами, еще какими-либо растворами, которые будут подсушивать вот эту ботву, вот эту зелень, также являются неблагоприятным приемом по той же самой причине. И хотя обоснование для такого метода есть, что мы убиваем, вроде бы, здесь пероноспороз, какие-то инфекции, которые не идут дальше в луковицу, не проникают, этот прием, на самом деле, с этой точки зрения неэффективен, но зато он лишит вас такой большой доли вашего урожая. Ну, надо напомнить, что после вырывания луковицы, ее нельзя бить, стукать сильно, потому что любые механические повреждения луковицы впоследствии приведут к ее загниванию при хранении. Ну, конечно, если это произошло, ничего страшного, вы такую луковицу употребите просто-напросто в ранние сроки, но храниться она уже не будет. В случае, если идут дожди, и вот здесь хорошо, почва теперь такая легкая, песчаная, супесь, здесь, поэтому здесь застоя влаги нет, несмотря на ежедневные дожди. Ну, а у кого глинистая почва, то в этом случае необходимо будет двойное просушивание. То есть, первый раз подсушить, и потом еще раз выложить, перебрать луковицы и подсушить еще раз, потому что луковица закладывалась на просушку, на дозаривание в сыром влажном состоянии. Ну, и если это глинистая почва, и луковица вырывается, вот не как здесь, песочек высох, и луковичка чистенькая, а с кусками земли, то допускается промывание луковицы. Многие боятся промывать вот такую свежевыкопанную луковицу, вроде бы она загниется из-за этого, ничего подобного. Если на ней лежат комья глины, то она загниется гораздо быстрее, нежели чем, если вы ее промоете и освободите от этих остатков земли. В этой связи, я рекомендую вам не запаздывать с уборкой, вот ориентироваться на шейку. Вот смотрите, она здесь такая мягенькая, она уже тоненькая, то есть вот это вот, вот эти луковички, вот видите, уже вот эта чешуйка даже начала отгнивать, поэтому вот это крайний срок для уборки луковиц. Не убирать ботву, оставлять луковицы до полного высыхания ботвы, перебирать их, отбраковывать сразу плохие. Ну, а луковицы с механическими повреждениями, с толстой шейкой употреблять в первую очередь. Благо сейчас урожай кабачков идет и можно использовать их на икру, на какие-то еще другие заготовки и блюда, где лук потребляется в достаточно большом количестве. На этом я прощаюсь с вами, всего хорошего!